Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе утро, всем привет. И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, мы продолжаем изучать Тору и становиться все лучше, умнее, мудрее, святее. И Максим Перенчук уже стал святой почти. Сколько учится, уже просто поднялся на уровень святости. Кристина Вениченко, Деоргия Невня, все вообще у нас стали уже почти святые. Все. Хотя Шлома Мелох, он писал Мишли, прямо вначале он сказал, что ледат хохмау мусар. Мы учим для того, чтобы познать божественную мудрость. И мусар это система управления собой. Для того, чтобы понять слова логики, бина это понимать вещь из вещей, глубинную суть вещей, причинно-следственные связи. Чтобы взять еще и высшее понимание, зачем, ради чего вообще этот мир существует и как все работает. А ну-ка я проверю, сейчас я не помню первое. Сейчас первая глава, сейчас мы посмотрим, как оно точно звучит. Мне кажется, что я не так сказал. Так, он сказал так. Значит, лакахат мусараскель цедек у мишпату мэшарим. Справедливость, суд, правосудие и путь прямоты, прямой путь, золотую середину. Вот для чего мы учим Мишли, об этом надо помнить. И всем благословения, все, кто учат Тору, всем благословения. Все, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем изучать. Мы сегодня находимся в конце 15-й главы. В конце 15-й главы. И, значит, так. Все, все собрались. Постоянные у нас. Постоянные ученики Саид Макаев. Всем шалом. Все самые постоянные ученики, те, кто учится постоянно. Молодцы. И, значит, сейчас у нас 15-я глава. Мы дошли до того, что 29-й отрывок мы изучили, что Бог далек от злодеев. То есть, злодей сам разделяет между собой и Богом внутри, так как он не выполняет повеления Бога. Поэтому он называется злодей. Он говорит Богу, ты отдельно, я отдельно. Поэтому Бог от него тоже далек. Ветфилат садитим и шма. А цадик праведник, наоборот, он, выполняя каждое действие Бога, постоянно думая о том, как выполнить волю Бога, как сделать добро, то, что Бог сказал добром. В этот момент цадик, человек, становится праведником. И Бог слышит его молитву. То есть, сделай его волю, как твою, чтобы он выполнил твою волю, как его. И праведник, он, постоянно выполняя волю Бога, он набирает такую силу и такую близость с Богом, что в момент, когда он что-то говорит, оно, оп, и получается, сбывается. 30-й отрывок. 30-й отрывок говорит нам следующее. Меор эйнаем и самах лев шмуа тува ти дашен оцем. Значит, переводится это так. Меор эйнаем – это видение глаз. Видение глаз. И сама хлев радует сердце. У шмуа тува – а то, что человек услышал хорошая весть, она ты дашен оцем – она питает кости, питает тело. Что это значит? Это такая, сейчас мы изучили психосоматика, только которую нам сообщил царь Соломон, который он узнал от хозяина, от создателя мироздания. Значит, работает система так. Вот рождается человек, и у него он как маленький компьютер без программ. Теперь у него сквозь глаза, через глаза, заходит картинка. Заходит картинка через глаза. И все, что человек видит через глазной вот этот вот нерв, такой он толстый этот глазной нерв, оно впечатывается в мозг. Прямо конкретно впечатывается в мозг картинка. Потом идет звуковой сигнал. Но звуковой сигнал ребенку, он уже начинает позже заходить, да? Потому что он не понимает вначале, что ему говорят. Никакие слова ему не понятны. Он звуки слышит, но нет никакого понимания, что эти звуки значат. А картинка, она впечатывается, впечатывается. Вот мама картинка, вот там комната, игрушка. И он вот на мир смотрит, и ему все впечатывается. У него в голове создается, то есть то, что человек видит, создает его внутренний мир. Представьте. Теперь говорит нам царь Славон, что мы орынаем и сама хлеб. То есть если человек видит хорошие вещи, оно прямо заходит в сердце. То есть оно прямо заходит в подсознание. Глаза видят, сердце хочет, руки-ноги делают. Есть такая поговорка в Торе, как такое выражение. То есть поэтому очень важно, что ты смотришь. Наполнять свои глаза только красотой. Потому что Бог нам сказал, два раза в день мы говорим в Шма-Исраэль. Лото туру ахарелевавхем и ахарейнейхем. Не следуйте за своими сердцами, за своими глазами. То есть как получается. У человека картинки, картинки, они внутри, на записались, на подсознание. И дальше человек спит, у него внутри происходят разные какие-то картинки, всплывают, уходят, воспоминания и так далее. Человек живет, он вроде бы с открытыми глазами, вроде бодрствует. Но у него все равно все, что он воспринимает, это смесь внешней картинки и внутренней картинки. То есть у него соединяются все эти картинки. И большинство людей, они следуют за сердцем и за глазами. У них мышление автоматическое, автоматическое, реактивно, автоматическое, такое знаете как, ассоциационное, ассоциации. Как дети сидели, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, а у нас сегодня кошка родила, вчера котят. Вот примерно так проходит жизнь большинства людей, картинка цепляет другую картинку, увидел, вспомнил, всплыло из подсознания и так далее. Теперь говорит нам царь Соломон, он нам говорит, поставьте процесс под свой контроль и следите, то есть следите за тем, что вы видите. Потому что особенно на сегодня, когда мы смотрим все интернет, которые абсолютно не контролируются человеком, то нам в голову льют, просто конкретно заливают все, что хотят. Вот прям конкретно человек, особенно, который смотрит Фейсбук, то алгоритм Фейсбука ему дает конкретно то, что вот хотят. Но какая цель Фейсбука? Вы знаете, какая цель Фейсбука? Конкретно цель Фейсбука это извлечение прибыли. И теперь, вот сидит Сутерберг, да, у него есть рекламодатели, он за время кризиса этого, он, как сказать, больше всех заработал Сутерберг за время вот этого последнего кризиса. Он сейчас четвертое место в мире по деньгам. И как только ты говоришь даже что-то, уже там есть микрофон в телефоне, и тебе начинают показывать те картинки, те рекламы, которые ты упомянул, задал как бы вопрос, запрос и так далее. Это страшная вещь. То есть, человеком на сегодня через телефон уже управляют. Теперь говорит нам царь Соломон, норы нам из-за махлев, то есть, свет глаз радует сердце. Если ты хочешь, чтобы у тебя было радостное сердце, а мы в прошлых отрывках, мы много про это читали, что радостное сердце, оно очень много в жизни человеку дает. Если ты хочешь, чтобы у тебя было радостное сердце, тогда нужно, чтобы в твои глаза входило то, что тебя радует. Понятно, да? То есть, большинство людей, они в памяти, вот просто в памяти. Открываешь интернет, новости. Только гробы показывали коронавирус. Сейчас в Америке вот эти все беспорядки. Человек насмотрится беспорядком. У него радостно на сердце? У него не радостно вот эти страшные лица, страшные люди. Конечно, это паника. А если человек вообще посмотрел фильм ужасов, перед сном насмотрелся он фильмом ужасов? Я вообще не понимаю, кто смотрит эти фильмы ужасов. У него в голове просто кошмар. Он поселил себе в голову там маньяков, убийц, триллеры, разврат, все. То есть, у него в голове полная такая помойка, да? Понятное дело, что большинство людей, неврозы, психозы, паранойи, депрессии и так далее, большинство людей в мире живут в панике, в этих самых, в депрессиях, психозах и неврозах. И гоняются за чем люди? Глаза видят, сердце хочет, руки-ноги делают. Им продают вот картинки. Смотри, купишь эту машину, смотри, как классно тебе будет. Купишь это, купишь то, купишь то, купишь то. И человек заряженный. У него, с одной стороны, у него паника, маньяки в голове живут. И там триллеры, убийцы, вот сейчас посмотреть новости, у тебя в голове сразу поселяются все протесты в Лос-Анджелесе. С другой стороны, у него поселяются картинки, которые ему показывают, где удовольствие. Купи это, купи то, купи то, купи то и будет тебе удовольствие. И вот человек современный, он в растяжке. Его туда тянет, он хочет все это получить, то, что он насмотрелся. А если бы он это не видел, все эти рекламы, так ему бы не хотелось. С другой стороны, его пугают страхи, ужасы вот эти, которые он тоже насмотрелся. И он весь вот такой вот, как сказать, управляемый очень сильно. Потому что когда человек выпадает на эмоцию, у него сразу рациональное мышление перестает работать. Теперь говорит нам царь Соломон в 29-м отрывке, в 30-м отрывке 15-й главы. Он нам говорит так, мы оринаем, картинка вот радующая, она радует сердце. Ушматова, а хорошая информация, она влияет на кости. Теперь здесь показано, здесь показано соотношение между увидел и услышал. Услышал, человек всегда обдумает то, что услышал. То есть, когда идет информация, которая не через глаза заходит, то есть фильтр разума. То есть, человек, когда ему что-то сообщили, он может подумать, обдумать. И это не так на него влияет, это меньше влияет, чем то, что он видит. Это надо помнить всегда. Поэтому же, если хотите новости, лучше слушать радио. Ты хотя бы можешь обдумать, оно тебе, хотя бы картинке в голову не влазит, чем смотреть новости по телевизору с картинками. Это вообще ужас. Значит, шмуа то ва ты да шен эсен. Здесь мы узнали два принципа. Первый принцип, что глаза, картинка, которая заходит через глаза, влияет сильнее. Второй принцип, что радующая картинка, она радует сердце. То есть, она оказывает прям отпечаток в мышлении. Если человек смотрит радующие картинки, я сейчас вспоминаю, есть известная в медицине история про человека, который рассмешил свою смерть. Ему врачи поставили какое-то неизлечимое заболевание, там аутоиммунное какое-то заболевание. И сказали, что все, ты умрешь. У него какие-то спазмы. На Кэйву была фамилия, я сейчас не помню. Но он, когда ему врачи сказали, что он умрет, он что сделал? Он взял себе ящик пива, чемодан, на то время еще были видеокассеты, чемодан-видеокассет с кинокомедиями. И, значит, думает, ну если умирать, так я уже буду умирать весело. И заперся он в квартире и смотрел эти кинокомедии, и хохотал, хохотал, хохотал. В общем, его вдруг отпустило, у него все эти спазмы, все это отпустило. И он его смехом, смехом он себя вылечил. То есть, когда у человека есть радость, так эта радость, она его излечивает. Это нам сказал царь Соломон, что шмуа тува, хорошая новость, она питает тело, питает кости, а хорошая картинка радует сердце. А из сердца уже происходит вся жизнь человека. Сердце – это его подсознание. Поэтому, если вы уже хотите улучшить свою жизнь, то смотрите кинокомедии, радуйтесь, больше радуйтесь, смотрите на хорошие картинки. В перке вот нам посоветовали, что Раби, Раби, сейчас, Йоханнан, Раби Йоси, Раби Йоси, он, в общем, был Раби Йоси, он сказал так, что Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. То есть, если ты хочешь, но Норман Казинс, спасибо, Яков, Норман Казинс. Если ты хочешь, чтобы у тебя была внутри радость, мудрость и все такое здоровье, то ты должен наполнить свои глаза и свое мышление вот этими позитивными информацией и позитивными картинками. И поэтому говорят, что «шимуша шель Тора» и «тердла мили муда шель Тора», то есть быть рядом с мудрецами Тора – это больше, чем учить Тору. Потому что, когда ты видишь, как они живут, мудрецы Тора, когда ты видишь, как они действуют, праведники, это больше, чем если ты про них читаешь и ты слышишь. И очень важно, поэтому еще раз повторю, картинки, которые дают вам жизненность и радость и новости, знания, которые дают вам жизненность и радость. И у вас будет тогда и радость сердца, и здоровье, ну то есть и прекрасная жизнь. Тридцать первый отрывок. Переводится так Значит, вот чем мы сейчас занимаемся. Мы сейчас занимаемся тем, что мы изучаем мудрость великого Шлома Амеллаха, царя Соломона, который построил первый Иерусалимский храм, который с Богом разговаривал напрямую, да, он был пророк. И он изложил вот эту божественную мудрость, которую он получил от Бога и от своего отца, царя Давида, он изложил в виде притчи, тридцать одна глава, примерно по тридцать отрывков в каждой главе. Значит, девятьсот отрывков, такие мудрость, мудрость, великая мудрость Торы. Теперь, ухо, которое слышит наставление жизни, вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы как раз и напитываемся жизненной силой, которая мало того, что дает жизненность в этом мире, мы только что проучили тридцатый отрывок, как просто, который может кардинально изменить жизнь. То есть, если последовать его совету, пятнадцатая глава, тринадцатый отрывок, и начать контролировать то, что ты видишь, и видеть только радующее, и контролировать то, что ты слышишь, только слышать хорошее. И, а если ты слышишь нехорошее, то мы учили до этого, в пятнадцатой главе, мы учили, интересно, что мы учили так, до этого, да, если ты вдруг услышал что-то не очень хорошее, так ты должен тогда вспомнить, вот, второй отрывок пятнадцатой главы, что лошон хахамим, язык мудрецов, тейтив даат, он улучшает познание. То есть, ты что-то услышал, может быть, нехорошее, но если ты мудрец, то ты это нехорошее, можешь интерпретировать внутри, как хорошее, найти в нем хороший смысл, найти в нем учебный смысл, пользу. То есть, язык мудрецов улучшает познание. Теперь, значит, еще раз, давайте вернемся, тридцать первый отрывок, ухо услышит наставление жизни. Так теперь, когда ты слышишь мудрость Торы, и ты начинаешь ее использовать, тогда у тебя и в этом мире жизнь улучшается. Но смысл-то главный Торы не в этом мире. Смысл Торы, что когда мы начинаем изучать слово Бога, создателя мира, и через это слово Бога есть возможность соединиться с Богом. А когда ты соединяешься с Богом, так ты переходишь в вечную жизнь. Это вообще кайф. То есть, ты и в этом мире улучшился, и вечную жизнь себе получил. То есть, ухо должно слышать наставление жизни. А слово о мылах, это наставление жизни. Он прям сразу сказал, что это познать божественную мудрость. Он, Мишли, написал, чтобы нам стала понятна божественная мудрость. И как добиться того, чтобы главный совет, который помогает, это в среде мудрецов проживай. Здесь очень четко, тоже мы в Перте вот учили, что архекми шахенра, отдались от плохого соседа, вальти тхабер лираша, не присоединяйся к злодею, вальти тяешми напуранут, и тебе не придется отчаиваться от расплаты. То есть, если ты соединился с мудрецами, если ты слушаешь мудрецов, читаешь книги мудрецов, то тогда у тебя есть возможность, реально, с тем поведешься, от того и наберешься, стать мудрецом. Но если ты слушаешь какой-то бред, если ты смотришь какой-то бред, если ты общаешься с дураками, которым все-все плохо, они не смогли улучшить свою жизнь, то какая у тебя будет жизнь? Такая же, с тем поведешься, от того и наберешься. Очень важно контролировать всю информацию, которую видят глаза и слышат уши, и через эту информацию человек, он может себя перепрограммировать, даже если он когда-то вообщался в той среде, в которой была депрессивная, там, ну, какая-то плохая среда, то он может вырваться из этой среды и присоединиться к среде любых самых выдающихся людей, мудрецов и так далее, что мы сейчас и делаем. Мы по большому счету сейчас общаемся со Шломом Эмелыхом. То есть мы вот просто имеем возможность сейчас уникальную через изучение Мишлей притчи соединиться и пообщаться с царем Соломоном, Шломом Эмелых, мудрейший за всю историю человек, который общался с Богом, с пророком. А через его слова мы можем соединиться с Богом. Ну, это же круто. Вот. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы, на этом мы останавливаемся. У нас осталось два отрывка еще в 15 главе, это завтра с Божьей помощью мы будем их изучать. Давайте подведем вывод, но вывод здесь для меня однозначный. Нужно очень четко контролировать те источники информации, которые в тебя входят. И если ты хочешь, хочешь действительно создать, создать себя радостным, мощным и сильным, тогда нужно присоединиться к именно тем людям, которые несут свет, добро, тору, божественную мудрость и так далее. И отрезать прям взаимодействие с негативными людьми. Все, удачи, успехов, всем здоровья, счастья и благополучия и присоединения к Богу. Все, всем пока, хорошего дня. Напишите свои выводы. Давайте, а то я в последнее время перестал об этом говорить. Вот Максим Перенчук, он давно уже изучает, и он поэтому запомнил. Он всегда делает три вывода. Самое правильное, когда вы что-то изучили, зафиксировать, сделать резюме для себя, сделать вывод и сделать план действия. Не просто, ой, я проучил, а сразу же сделать несколько действий, чтобы это, чтобы это начать использовать. Вот вы новое что-то узнали, поняли, сделали вывод и тут же начинаете это использовать. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня, наполненного Торой. Все, всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok